Всем огромный привет! Меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусные хрустящие ароматные домашние орешки со сгущенкой. Все как всегда быстро, просто и очень вкусно! Подписывайтесь на канал и узнавайте еще больше вкусных домашних рецептов. Всем, кто уже подписан, огромное спасибо за поддержку! Все точные пропорции продуктов, как всегда, в описании под видео. Давайте готовить! В глубокую миску отправляем 2 яйца и 1 желток. Добавляем 200 грамм сахара, 1 пакетик ванильного сахара, щепотку соли. Все хорошо перемешиваем несколько минут. Затем добавляем растопленное сливочное масло 150 грамм и 200 грамм сметаны любой жирности. И снова все хорошо перемешиваем. Затем пол чайной ложки соды гасим уксусом 1 чайной ложкой и добавляем в тесто. И снова все перемешиваем венчиком. Затем постепенно вводим 400-500 грамм просеянной муки и замешиваем тесто. Количество муки нужно регулировать по консистенции теста. Количество муки может отличаться, так как жирность сметаны и масла у всех будет разная. Тесто получается нежное, мягкое, слегка липкое. Как понять, что достаточно муки? Берем кусочек теста, катаем шарик. Шарик легко сформируется и не будет липнуть к рукам. Тесто готово. В холодильник тесто не нужно ставить. Сразу катаем небольшие шарики, будущие половинки орешков. Формы для выпекания орешков у всех разные, поэтому размер шариков определяйте сами. В разогретую форму выкладываем шарики теста и выпекаем минуту-полторы. Вы по времени ориентируйтесь на свою форму. Готовые орешки снимаем с огня и таким образом жарим все остальные. Далее у каждого орешка убираем лишние края. Делайте это любым удобным для вас способом. Будьте аккуратны, тесто очень хрупкое и хрустящее. Каждую половинку орешка заполняем вареной сгущенкой. По желанию можно добавить любого орешка. И соединяем половинки. Вот такие симпатичные и аппетитные орешки в итоге получаются. Орешков со сгущенкой получается много из такого количества продуктов. А обрезки можно измельчить, добавить к ним сгущенку и сливочное масло и сделать печенье картошка по желанию. Обязательно попробуйте приготовить такую домашнюю вкусняшку для своих родных и близких. Надеюсь рецепт вам понравился и пригодится. Друзья, сегодня хочу поделиться с рецептом самого вкусного печенья из детства. Уверена, что вам в детстве готовили такое печенье или мама или бабушка. За 20 минут получается вот такая гора вкусняшки к чаю. Подписывайтесь на канал и узнавайте еще больше вкусных домашних рецептов. Всем, кто уже подписан, огромное спасибо за поддержку. Все точные пропорции продуктов, как всегда в описании под видео и на экране для вашего удобства. Давайте готовить! В глубокую миску разбиваем 5 яиц, добавляем 1 стакан сахара объемом 250 грамм, щепотку соли и 1 пакетик ванильного сахара или щепотку ванилина, как у меня. На этом этапе все хорошо перемешиваем 2-3 минуты, чтобы все хорошо объединилось. Далее добавляем 200 грамм сливочного масла, растопленного. Масло должно быть не горячее, а теплое. И на этом этапе снова все хорошо перемешиваем. Затем берем 1 чайную ложку соды без горки, гасим уксусом 9%. Уксуса нам понадобится 1 столовая ложка. Все хорошо перемешиваем и добавляем в тесто. Снова все хорошо перемешиваем венчиком. Теперь постепенно добавляем просеянную муку. Муки нам понадобится 1,5-2 стакана объемом 250 грамм. Сразу я добавляю 1 стакан муки, буду перемешивать и смотреть, какая консистенция теста получается. Количество муки у вас может отличаться. У меня ушло 1,5 стакана, так как размер яиц и жирность сливочного масла у всех будет разная. Консистенция теста должна получиться, как густая сметана и медленно стекать с лопатки или венчика. Вот такая консистенция теста должна получиться и у вас. Теперь приступаем к жарке пряников. Форму хорошо разогреваем на среднем огне на газу, смазываем растительным маслом без запаха обе половинки. Делаем это для того, чтобы тесто не прилипало и пряники потом хорошо отходили. На разогретую форму выкладываем 1 столовую ложку с горкой теста. Если надо, немножко разровняйте. Тесто выкладываем в центр. Хорошо прижимаем и выпекаем пряники. Готовые пряники перекладываем на тарелку. Таким образом жарим все остальные пряники. Форму можете несколько раз переворачивать и смотреть на готовность пряников. Степень золотистости пряников определяйте сами, как вам нравится или как любят в вашей семье. Печенье из детства на газу готово. Посмотрите, как много его получается. Печенье получается хрустящее, ароматное и очень вкусное. Когда оно немножко полежит, то печенье потом станет более мягкое. Надеюсь, рецепт вам понравился. Обязательно попробуйте приготовить. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне, крепкого здоровья и всего самого хорошего. Мирного всем неба над головой. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok